Добрый день, уважаемые телезрители. Мы снимаем репортаж в поддержку женско-футбольной любительской лиги от Московской Федерации Футбола. Здоровый образ жизни и нормы ГТО – это замечательное пустырь нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы все следуем это. Слова поддержки выразят депутаты партии «Единая Россия» Алена Аршинова. Добрый день, Олена Юрьевна. Хотелось бы задать вам такой вопрос. У нас существует женская футбольная лига, она в данный момент при Московской Федерации Футбола. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли девушкам в наше современное время играть в такой популярный вид спорта, как футбол? И вот ваше мнение к этому поводу? Вы знаете, я разделяю такие желания. И я считаю, что невозможно смотреть наш российский футбол, сидя на диване. Никто не равнодушен, ни мужчины, ни женщины. Поэтому, собственно, мне кажется, это тоже один из мотивов, что девушки просто начали играть самостоятельно. Но это вроде шутки. Но на самом деле мне кажется, что сегодня в нашем государстве очень спортивные лидеры. Мы вспомним, например, Владимира Владимировича Путина, который очень сильно переживает за развитие спорта в нашей стране. И он поддерживал ГТО. Вы знаете, что нормы ГТО сегодня очень многие издают. И определены нормы на бронзово-серебряный, золотой значок. И, естественно, это все, наверное, форма физической нагрузки и мотивация для некоторых приобрести золотой значок. Но на самом деле мы приобретаем здоровые привычки. Поэтому мне кажется, это очень здорово, что, несмотря на то, что это скорее, наверное, больше мужской спорт, но на самом деле сегодня нет такого спорта, где бы не участвовали бы девчонки. Поэтому я поддерживаю и желаю девчонкам новых побед, успехов и больших достижений. Я знаю, что эта команда занимается в том числе и благотворительностью, и встречается с детьми, и мотивирует, уделяет внимание детям. Поэтому мне кажется, что это нужно продолжать обязательно, потому что у женщин всегда добрые материнские сердца. И мне кажется, что вот именно к таким девчонкам, которые являются хорошим примером и в своих профессиях, потому что все-таки это, наверное, больше любительский вид спорта в данном случае, но и в своей профессии, и в активной гражданской позиции, в том числе и в спорте, и в гражданском обществе проявление своей активности, это большой пример для таких детей. Поэтому я очень рада, что у нас есть такие активные девчонки, которые, во-первых, не боятся осваивать действительно мужское поле футбола, но и, с другой стороны, при этом являются очень добрыми, отзывчивыми и действительно образцами для очень многих из нас. Спасибо. И если вот возможно, в преддверии 8 марта, может быть, какие-то ваши пожелания девушкам? Ну, мне кажется, пожелание может быть только одно – быть счастливыми, здоровыми, любящими и любимыми. Девушки, играйте в футбол!